Субтитры сделал DimaTorzok На окраинах морского порта Мариуполя В той стороне Вот там отсюда хорошо видны трубы И заводские цеха Это как раз тот самый завод Азов Сталь В сторону которого сейчас Отсюда отступают подразделения ВСУ И нацбатальоны Нацполка Азов Но вот сейчас Здесь вынуждены застряли 6 или 7 огромных судов Это сухогрузы Застряли они здесь Потому что Украинские военные Заминировали фарватер И выход из бухты Минами Поэтому суда вынуждены Допростаивать здесь Так как просто не могут покинуть Эту бухту Суда под самыми разными флагами Вот тот на котором я сейчас нахожусь Это сухогруз Ходит под флагом Либерии А экипаж весь состоит полностью из Украинских граждан Вот сейчас их отсюда будут эвакуировать Российские военные Военные ДНР После чего через посольство Передавать уже Украинской стороне Субтитры дают Субтитры дают Субтитры дают вот и трофейный трофейная петуха воска сегодня пыталась прорваться но перевернулась вот короче такая вот штука досталось нашим парням посмотрим что там у по степа носилочки ну чё тут носилочки носилушки такая ебло рация включается сегодня была попытка прорыва она ликвидирована взяли эту штуку раненых не не было раненых не не было было просто водитель я так понимаю ту и личный состав я буду в Украине и я буду в Украине в 2 месяца 2 месяца They're probably going to use me For fucking bullshit propaganda Look man Do you have any civilian clothes Do any of you all have civilian clothes Specifically the westerners Do you all have civilian clothes Yeah 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 Dude get civilian clothes Get civilian clothes We already tried that route There's no way We tried it It didn't work There's no way to play it off as medical They're already looking for me Jesus Christ Please God have mercy Nah We've been trying for like the past like three weeks We're grateful to every Ukrainian We're grateful to every Ukrainian Who believes in the military And continues to believe in the military We believe in the military We believe in the military We've kept so long We leave these positions We leave always We zost In the company And leave them as always Thanks Thank you We're grateful for all the Florism mailler We are grateful to every Ukrainian Here is something to . We are grateful to all the Latinos Who have nailed the value of this slime Украина, Европа, свит. З вірою в перемогу, вы вирные завжди, вирные до конца. Украинцы должны помнить. Украина, Европа, свит. Завод, который построен еще во времена Советского Союза. Очень много бетона, железа. Есть много уровней подземных этажей. Поэтому брать данный объект штурмом, ну давайте так, смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потери как таковых не понесет. Поэтому на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы. В принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. А как вы оцениваете численность сейчас там оброняющейся группировки на Азовстале? Ну я уже как-то говорил, что точную цифру, наверное, назвать никто не сможет. Даже те нацики, которые там находятся. Потому что большое количество, кроме тех, которые призывали служить Украине с начала военно-спецоперации, очень многие взяли оружие. И сколько их взяло, реально никто не знает. Поэтому это только данные такие предварительные. Три, может, четыре тысячи, может, три с половиной тысячи. Но поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра. После завершения съемок репортажа мы также мелкими группами аккуратно выдвинулись с территории завода Ильича. Но уже на выходе нас заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомета АГС-17. Съемочная группа, оператор Дмитрий Кочурин и звукооператор Никита Севастьянов целый. Мне в обе ноги попали несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь. Вот сейчас я уже в Донецке. Сделали множество снимков. Врачи продолжают извлекать осколки. Никогда не думала, что буду готовить репортаж с больничной койки. Сейчас все хорошо. Ирина Куксенкова, Дмитрий Кочурин и Никита Севастьянов. Первый канал. Донбасс. Руки только вытянули. Руки вытянули. Слышишь меня? Не стреляйте, не стреляйте. Не стреляйте. Отходишь, отходишь. Отходишь. Слышишь меня? Отходишь. Лежать. Отходи, отходи. Отходи назад. Оттопы, оттопы. Я обещаю жизнь, я тебе обещаю. Давайте. Отходи, отходи. Отходишь, отходишь. Слышишь меня? Переворачивайся. Переворачивайся. А что ты умираешь? Я тебе отвечаю, я тебе обещаю жизнь. Его не трогайте. Не бейте, не трогайте. Давай, давай. Утащите его. Держи, я. Держи, я. Я пошел, будем забежать? Ах, еди, он туда забежал. Где документы? Слушай! Ну и три тоже. Держи. Эрмилу. Слушай, я. Вот тебе. Держи. Слушай, как ты уйди? Слушай, ты уйди. Слушай, я. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Добавил субтитры делал 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ukrainian officials say Russia allegedly used a chemical weapon in Mariupol, citing reports by Azov nationalist forces about the Russian military supposedly using an unknown toxic substance against Ukrainian troops and civilians. A leader of the Azov battalion said that three people showed signs of chemical poisoning that did not appear fatal. Britain's top diplomat was quick to react and said the claims were being investigated. The Russian military has not commented on the allegations so far. Azov, which will be removed from the Paris and the Russian military? A military forces are not turned to be removed from the side without further ado. I came to the Republic of Bielekosky. The Air Force is also aarner for numerous people. I was able to visit our Bielekos口. And with the Peace of Bielekosky did not see each other. It's a bit. Last time when the Air Force is born, the Air Force is a little bit. You could not have a boat stopped. На самолёте мы не знаем, чьи были, но когда мы уже ночевали здесь в школе, значит, один день были тут войска Азовцы. Они приходили, они были тут в школе на всех этажах и на соседних улицах. Азов был на этой школе? Да, Азов. Они стреляли отсюда? Значит, они тут находились несколько часов, после того, как они отсюда ушли, в эту же ночь начался обстрел именно школы. В школу попало несколько снарядов, прямое попадание, были ужасные звуки, дети все спугались, ну и взрослые и дети, тяжело очень это всё перенесли. Азов был как база стреляет здесь и они уезжают. Они заехали, то есть несколько часов здесь находились и уехали. И вот после их визита начался такой какой-то массовый обстрел. Что вы... Вы сказал... Это как... Они уезжают и стреляют. Или как вы... Что твоё мнение? Как вы подумали? Кто стрелял? Да. Ну как бы мнением этих жителей, что они просто расставляли здесь какие-то маячки. Азов? Да. По которым потом уже... То есть школа считалась как военный объект какой-то. И поэтому сюда живёт стреляет. Ага. То они знают, что это хорошая база. И они хотят сделать это... Ага, понял. И... Парни, откуда трофей такой? Парни, откуда трофей.